Удивительный урок воли к жизни продемонстрировали маленькие пациенты онкологического центра. Дети, которым рекомендовали заниматься арт-терапией, решили, что им по плечу гораздо более значительные проекты и стали актерами, авторами декораций и костюмов. В результате поставили спектакль и показали его на сцене. Куда тратить собранные за билеты деньги, не было даже вопроса на лечение. В числе зрителей была и Алья Жапакова. Амира и Батархан, несмотря на юный возраст, уже срывают аплодисменты на театральных подмостках. Блистать на сцене в 8 лет – большая удача, но никто из юных дарований не стремился стать звездой. Они уже прошли долгий и сложный путь. Каждый из них – настоящий боец, отменивший смертельный приговор. Принцесса – это твоя роль? Ну, я думаю, да. Что было самое сложное? Страдать. Мне очень понравилось. Я думал, что это очень трудно, но оказывалось, все наоборот. Специально для пьесы «Хрустальный колодец» была написана музыка и построены декорации. Это стало первым опытом не только для пациентов онкологического центра, но и для авторов спектакля. Всего за три месяца репетиций маленькие актеры научились играть на сцене, танцевать и проживать эмоции своих героев. То, как упорно трудятся дети, вдохновляло взрослых на успех. Делятся авторы постановки. Наши дети ничем не отличаются от других детей. Они точно такие же, они такие же смешные, веселые, могут и погрустить, и порадоваться. Но в них есть какая-то загадка, они как-то по-другому улыбаются. Может быть, это мне так кажется. Но в любом случае, я им очень благодарен, что они выдержали эту эстафету. В три месяца мы с ними работали. И надеюсь, что для них это останется навсегда в жизни. И у них будут еще не менее успешные, интересные мероприятия, театральные спектакли. Может быть, откуда мы знаем, кто-то из них станет известным артистом. Все деньги, полученные от продажи билетов, будут потрачены на речение маленьких артистов. Это станет их заработной платой за упорный и нелегкий труд. Билеты, которые стоили тысячу тенге, были раскуплены за три часа. Мы помогали пройти психологические проблемы детей, у которых онкозаболевание. Помочь развить, вдохновить детей на то, что да, эта болезнь лечится. Может быть, с каким-то тяжелым процессом, но он может быть легче, потому что наш проект называется «На крыльях творчества». Изначально проект создавался как арт-терапия. Дети рисовали, процесс отвлекал от болезни, даря радость от творчества. Врачи подтверждают, занятия повышают сопротивляемость организма, создают мотивацию к скорейшему выздоровлению. Мастер-классы с участием известных казахстанских художников Эдуарда Казаряна, Марата Бикеева, Андрея Нода для детей проводятся на протяжении уже пяти лет. Выставка детских рисунков побывала уже в Бельгии, Франции и Швейцарии. Каков жизненный путь каждого из них, знать никому не дано. Но то, что эти дети смогут преодолеть любую вершину, они уже доказали. Алия Жапакова, Айден Калов, Алматы.